Третий день нашей повестки дня. Пожалуйста. Начальник Евгеньевского управления социальной защитной усилительности, мы поднимаем, Марина Владимировна. Наша главная мама. В своем выступлении я хотела бы осветить некоторые вопросы относительно предоставления вас социальной поддержки, потому что каждый из присутствующих, работая с населением в той или иной степени, и не ведет прием, и часто люди к ним оказываются стоя или не грозны по социальной поддержке. В городском округе Хемии с мерой социальной поддержки у нас пользуются 65 тысяч жителей, имеющих регистрацию, постоянную регистрацию по месту жительства в городском округе Хемии. То есть практически каждый четвертый житель городского округа получает те или иные меры социальной поддержки в денежной или в монуральной форме из федерального и областного бюджета. В 2016 году на эти средства было израсходовано более миллиарда рублей. Если говорить в соотношении, то три четверти, более 700 тысяч миллионов, более 700 миллионов рублей было направлено из областного бюджета, и где-то одна четвертая из федерального бюджета. Только с закона Московской области предусмотрено более 70 тысяч, более 70 различных пригодных категорий граждан. Самое многочисленное — это региональные годники, ветераны труда, военной службы, труженики ТЭЛО, жертвы политических репрессий. Это более 20 тысяч человек. Но среди таких новых интересных пригодных категорий — это категория, имеющая особые заслуги перед Отечеством, среди которых это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, олимпийские чемпионы, почетные жители Московской области. Он у нас один — это катаклий Борис Иванович. Ежемесячно Управление социальной защиты осуществляет более 130 различных выплат. Компенсация, материальная помощь, детских пособий и так далее. Размер минимальной выплаты составляет 62 рубля. Размер максимальный — несколько сот тысяч рублей. Например, это компенсация предприятиям за путевки, приобретенные для детей сотрудников в летние оздоровительные логики. Последняя компенсация была 800 тысяч рублей. Ну, было бы неправильно полагать, что Управление занимается только перечислением денежных выплат на лицевые счета граждан. Большая работа проводится по предоставлению мер социальной поддержки в натуральной форме. Но прежде всего, наиболее такая востребованная — это предоставление бесплатного проезда по социальной карте жителей Московской области. На данные меры социальной поддержки у нас в городском округе пользуются более 53 тысяч жителей городского округа. Всем известно, что проезд у нас также предоставляется в зависимости от переводной категории. Одним гражданам у нас предоставляется только проезд по Московской области, другим по Москве и Московской области и железнодорожным транспортом. В зависимости от принадлежности к той или иной водной категории. В среде других мер социальной поддержки, которые мы предоставляем в натуральной форме, хотелось бы отметить это бесплатное злопротезирование региональным выводникам, это бесплатная протезно-артофедическая помощь, это бесплатное слухопротезирование, бесплатное самотокно-курожное лечение для федеральных и региональных приводников, направление в стационарные учреждения общего типа и специализированные, это дома-интернаты, оформление и выдача удостоверения о правильной льготе. Это такие, как ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, праздные статьи, удостоверения о многодетной семье и так далее. Всего более 20 видов различных удостоверений, справка о льготе. Серьезная работа проводится по исполнению полноучного Министерства социального развития, населения Министерства социального развития по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособных или ограниченным судом дееспособности. Это очень серьезное направление, требующее постаренного контроля за теми недееспособными гражданами, которые у нас состоят на учете. Это более 100 человек. Отдельное направление, которое я хотела бы остановиться, это организация отдыха и оздоровления детей, круглогодичная. Здесь работа осуществляется по нескольким направлениям. Это первое направление – предоставление бесплатных путевок детям в трудной жизненной ситуации. Второе направление – это работа с организациями по выплате компенсаций. Компенсация за приобретенные путевки в летние оздоровительные лагеря полагается тем предприятиям, которые зарегистрированы в налоговых органах на территории Московской области. И третье направление – это выплаты частичной компенсации стоимости путевок детям из многодетных семей, детям-инвалидам и детям из семей погибших военнослужащих. Большая работа у нас проводится и по реализации регионального материнского капитала. Размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Данная мера была введена на второго и последующего детей, которые родились начиная с января 2011 года по 31 декабря 2016 года. Тем не менее, мы все равно продолжали подавать сертификаты на региональный материнский капитал, потому что большое количество обращений поступает от граждан. Ну и одно из очень серьезных направлений, конечно, это реализация данного капитала. Средства регионального материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на оплату учебы ребенка или на инсиологию. Сейчас, на сегодняшний день, у нас выдано более 6 тысяч этих сертификатов. Порядка двух тысяч уже подано изговорение на реализацию данной меры социальной поддержки. Химкинское управление социальной защиты в рамках своих полномочий осуществляет мероприятия по координации, которые для мероприятий будут созданы доступной среды. Здесь у нас серьезная работа проводится в связи с тем, что кодресом Российской Федерации административных правонарушений, доживаясь в религии социальной защиты, полномоченно составлять протокол об административных правонарушений по статям 5.43 и 9.13. 5.43 – это нарушение требований законодательств, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специализированных автотранспортных средств инвалидов. И штраф налагается на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. А в статье 9.13 – уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной транспорта и социальной инфраструктуры. Здесь штрафы 20 до 30 тысяч. В целях применения указанных норм у нас создана комиссия, разработана графика, сотрудники управления еженедельно выходят с графиком проверки на объекты социальной инфраструктуры, составляется протокол об административных правонарушений, дальше дела рассматриваются мировым судом. Ну и вот в прошлом году было осуществлено 27 выходов, и по результатам которых мировые судебные участки Московской области привлекли к административной ответственности юридических лиц по 25 делам. Штрафы были наложены в размере 20 тысяч рублей. Работа по социальной поддержке жителей городского округа оказывается не только управлением, но и подведомственным учреждением социального обслуживания. На территории городского округа у нас работает 5 учреждений подведомственных в Министерство социального развития. Это два учреждения, работающие в интересах семьи и детей. Это социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, на родину его называемый приют со стационаром, центр реабилитации детей с ограниченными возможностями учера и комплексный кризисный центр помощи женщинам спасения, единственной в области со стационаром на 7 человек. И центр, работающий в интересах граждан пожилого возраста и инвалидов, это Химкинский комплексный центр социального обслуживания. С отделением дневного пребывания на 40 человек. С июля 2015 года Химкинский центр занятости населения также является подведомственным учреждением Министерства социального развития. Более того, с 1 сентября 2016 года социально обслуживаемую дому в городском округе Химкин осуществляет негосударственное учреждение, автономная и колореческая организация, центр оказания комплексных услуг по официальному обслуживанию граждан. Государственные задания предусмотрены оказания услуг 900, Химчан получает через это учреждение. Данная организация включена в регистр поставщиков социальных услуг Московской области. Мне хотелось бы еще отметить, что проводится большая работа по ширине доступности и получению государственных услуг. Прежде всего, в этой работе наш главный проушник, это многофункциональный институт, с 2016 года изменил режим работы к управлению. Купление осуществляет, по которому граждан, 6 дней в неделю, с 8 до 20 часов, то есть это с понедельника по субботу, управление доступное для населения. Введено по правительной записи о таком специализме. Через МФЦ оказывается 38 государственных услуг. И если мы возьмем 2016 год, то было оказывано более 60 тысяч услуг для жителей городского рынка. Это по имени тех, которые к нам обратились в управление. Ну и что хотела завершить, я скажу, что законодательство, конечно, несомненно, каждый день меняется, вводятся новые меры социальной поддержки, индексируются выплаты. Но главная цель сегодняшнего мира – это усиление адресности социальной помощи, повышение социальной защищенности, наиболее пождающихся, наиболее, и ущущих граждан. Я рассказывала только небольшую часть, вот так сделала большой обзор. Если у вас есть вопросы, уважаемые депутаты, я готова на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо, Мария Владимировна. Я вам оба слова. Если говорить о управлении социальной защиты, то это можно вернуться как бы на много-много лет назад и с удовлетворением сказать, что управление социальной защиты именно у нас всегда занимало почетное такое место в своей работе и всегда из многих университетов образования Московской области к нам сюда приезжали для того, чтобы поделиться опытом, поучиться, как это организовано, как работают наши центры революционные, ну и так далее. Я просто-напросто как бы отмечаю большую положительную работу управления. Мария Владимировна уже сказала, что она совсем чуточку коснулась тех объемов работ, которые проводят с управлением. Для того, чтобы была возможность у депутатов задать вопросы, которые вас интересуют, Мария Владимировна готова на них ответить. Тем более, что у нас в процессе работы нашей с вами, а на будущее, в следующем месяце, исполнится год, как мы работаем в этом созрели, вместе со всеми, вместе. Уже возникали некоторые вопросы, касающиеся социальной поддержки, и поэтому, если у меня есть некоторые вопросы, сейчас выясните эти вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы сказали про компенсации на утёрки в детские лагеря. Это касается только предприятий, или, допустим, по союзной организации, когда вырезают утёрки, они тоже имеют... Нет, это касается только предприятий, либо организаций, либо индивидуальный предприниматель. Более того, у нас ещё есть компенсация родителей, которые могут приобрести путёвки, я это уже говорила, но обязательно условия, я это в начале своего выступления сказала, меры социальной поддержки у нас распространяются на жителей, имеющих место жительства в Московской области, то есть имеющих постоянную регистрацию. Это касается и компенсации за путёвки, ну и других вещей с целью. Спасибо. Пожалуйста, ещё вопросы. Также, пожалуйста. Здравствуйте. А вот если, допустим, у нас есть семья, родители, прописанных им, когда ребёнок тоже на 20-м момента, мы прописаны химик, но свидетельствуют, что здесь нет специалистов, и мы вынуждены приписать сейчас на округу. Какая семья может рассчитывать на какую-то помощь на территории или нет? Мы рассматриваем разные ситуации, поэтому в разных ситуациях мы рассматриваем различные составы семьи. Если, например, мама является инвалидом, то независимо от того, где проживает другой член семьи, и будут предоставлять меры социальной поддержки по оплате за живую коммунальную сумму, и она будет пользоваться бесплатным проездом и рядом других львов. Но если мы будем рассматривать, допустим, помощь ребёнку, то, к сожалению, здесь мы не сможем указать, потому что вы житель другого субъекта, и не рекомендуем обратиться, например, в Москву. Еще вопрос, пожалуйста. Я так думаю, если у депутатов возникнуть вопрос, то мы сможем работать в порядке. Я понимаю, я могу вам выдать брошюр, ваше право, потому что, ну, она немножечко там дана устаревшая по размерам выплат, но общую информацию я готова дать. Она есть у нас бумажная, мы тогда передадим совет сбыток, если какие-то вопросы для общего развития, я думаю, она вам будет полезна при встрече с насеменном вопросов. Что это, Павел Иванович? Да, Павел Иванович. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Если нет, мы не полезны. Большое вам спасибо за вашу информацию. Уважаемый депутат, вопрос номер четыре. Разные. У кого есть какие-то информации, какие-то сообщения, в период, наверное, предоставить, по-моему, в следующем вопросе. Больше? Нет. Ну, я думаю, что вы заграждаете о том, что вы пригласите всех депутатов из точно всех посетителей за день, 16-го числа, на… Значит, вот у нас размещены и места посадки на сайте, ну, такое промышленное, что… Антониму, конечно, задать вопрос. Погодите их куда? Да? Можно? Вопрос? Нет. Вы закончили смысл или нет? Нет. Я… Да я так… Ну, как раз таки, раз уж зашла речь о акции «посади свое дерево», значит, в адресной стыске я обнаружила свой восьмой микрорайон, и, ну, даже бегом, бегом взгляну, мне хватило для того, чтобы понять, что там у нас деревья намечены к посадке на парковочных местах, в одном месте, за пятым домом. И деревья только также были намечены к посадке вдоль школы, новой отстроенной, если не ошибаюсь, по-моему, 30-й номер или 31-й. Там у нас сейчас проходит коллектор. Я уже связалась с комбинатом благоустройства отделенения на эту тему, обещали уточнить адреса и выяснить вообще, как бы, ну, где сажать и так далее. Я просто к чему обращаю внимание, значит, что у нас не первый раз встречаются случаи, когда деревья сажают на коммуникации, потом, к сожалению, эти деревья приходится вырубать, потому что приходят эксплуатирующие организации, говорят, у нас здесь надлежат коммуникации, пробопроводы, и в итоге, извините, то, что вы деревья посадили, это, конечно, здорово, но они здесь нам не нужны. Поэтому непосредственно в администрации огромная просьба все адреса еще раз уточнить за оставшееся время, выяснить методы, где коммуникации проходящие, чтобы у нас акция все-таки прошла в положительном, позитивном тоне и не получилось так, что потом жители обнаружат эти деревья. Спасибо. Татьяна Васильевна, я хотел бы вам сказать огромное спасибо за то, что вы подключились к этому приемку уже до того, когда оно началось, когда начали копать ямки и так далее. Я серьезно это говорю и думаю, что Дмитрий Алексеевич услышал, и те специалисты администрации, которые будут присутствовать, и я думаю, что которые будут руководить этой работой, они, наверное, учтут и такое правильное замечание, не надо на теплоцентральном сажать в дерево. Наверное, да. Спасибо большое. Есть вопросы еще у кого? Пожалуйста, Дмитрий Алексеевич. Да, действительно, с 16-го у нас будет большая акционная акция в цепи дерева. Вот посадились, будет 73 участка, 73 участка с этой локацией. Действительно, возможно, там на окладке, о чем вы говорите, кучу внимательно смотреть и продолжаем смотреть. Плюс к этому еще добавить, потому что для информации следующая локация у нас – это правый берег за ЖК «Маяк» вдоль канала Москвы. Там с «Мума-Из» жутко закладывает развитие новой зоны. Это будет просто зеленая зона. Продолжение тоже 16-го русского. Мы начнем там посадку. И уже в этом году начнется вопрос в этой территории, это прятая территория вдоль канала «Москва». как «Москва». Я всегда рад. Спасибо. А что не будет ответств в какие-то другие дальние вопросы? Спасибо. Для частного места. Спасибо. Полтора. Я думаю, что все организованно будет хорошо. Если у меня есть вопросы, то большое спасибо за работа, за участие и всем присутствуем. Субтитры сделал DimaTorzok